Радиация является постоянным фактором окружающей среды, сопровождающим всю эволюцию человека. Воздействие радиации в больших дозах губительна для человека. Однако в малых дозах она является важной причиной мутационной изменчивости живой природы и ее эволюции. Само инизирующее излучение возникло с момента Большого Взрыва примерно 14 миллиардов лет назад. И с этого времени радиация постоянно присутствует в космическом пространстве, а в составе Земли, само ее образование, существуют радиоактивные элементы. Все это пославливает наличие постоянного природного радиационного фона. Все живое в процессе эволюции приспособилось к существующему естественному уровню радиации, который поддерживает определенный уровень генетических мутаций. Однако примерно с середины 50-х годов прошлого века, с момента освоения человеком ядерной энергии, добавилось техногенное облучение людей. И с этого времени годовое значение дозы среднестатистического человека на нашей планете возросло примерно в двое. Ну, пока это не столь опасно, однако возрастание радиационной нагрузки вызывает определенную тревогу. О вредном воздействии радиации на человека знают все, однако на обывательском уровне многие расхожие мнения являются ошибочными. Ну, вы, конечно, наверное, знаете хорошо знак радиационной опасности. Вот на слайде справа, он у вас сверху показан, да, в виде трилистника. На самом деле он уже с 2007 года заменен на международном уровне, на уровне Международного агентства патронной энергии, на другой знак, который показан справа внизу. Ну, вот, на мой взгляд, это был не лучший, конечно, выбор. Не любой вид излучения опасен для живых организмов, а только излучение, способное ионизировать среду, поскольку именно в этом случае могут разрушаться молекулярные связи. Ионизирующее излучение – это вообще любой вид излучения, ну, каркапсулярной, электромагнитной природы, взаимодействие к которому в веществе, в частности и в живой ткани, вызывает ионизацию и воздушение составляющих его молекул и атомов. Воздействие радиации на них сильно дифференцировано в зависимости от ее типа энергии. Например, мы все живем в мире пронизанным электромагнитным излучением, ну, это вам все хорошо очень известно, да? Вот справа на рисунке показана шкала электромагнитного излучения в зависимости от энергии. Ионизация атомов способна вызывать только кванты со сравнительно высокой энергией, кванториогеновской гамма-излучения. Строго говоря, для ионизации некоторых атомов, то есть вывывания электронов с верхней оболочки атома, достаточно всего лишь несколько электрон-вольт. Естественно, большая энергия нужна для вывывания электронов с полностью заполненной верхней оболочкой, а минимальная, когда на верхней оболочке находится только один электрон. Но это хорошо видно вот на рисунке справа, поскольку для атомов с полностью заполненной верхней оболочкой, значит, для инертных газов, энергия ионизации, значит, достигает порядка 15 электрон-вольт. Вывивание электронов с внутренних оболочек требует больших энергий. Средний индиционный потенциал, например, для атомов воды составляет 25 электрон-вольт, а для воздуха в среднем 34 электрон-вольта. При этом надо давать себе отчёт, что большая часть энергии приходится на возбуждение электронов, и только 10 примерно электрон-вольт, собственно, расходится на ионизацию. Ионизующая способность гомоквантовых частиц сильно зависит от заряда частицы, заряда вещества, а также от энергии частицы или кванта. Если энергия велика, то выбитые сатные оболочки электроны, в свою очередь, могут ионизировать другие атомы. Тяжёлые заряженные частицы, они образуют в веществе треки вдоль своего пути. Различается непосредственно ионизирующее излучение, но это все заряженные частицы, которые ионизируют среду за счёт кулоновского взаимодействия, а также гомокванты, которые воевают электронно за счёт фотоэффекта, каптомовского рассеяния и рождение пар также. И существует ещё и косвенно ионизирующее излучение. Это к ним относят нейтральные излучения. Субтитры создавал DimaTorzok